Постараюсь выслать. В прошлый раз она мне почему-то не выслалась, поэтому я оставлю свой контакт в Телеграме у нас в переписке. Можете мне написать, я вышлю туда. Возможно, я не смог выслать, потому что я не организатор данной конференции, и у меня в чат не подгружалась она в прошлый раз. Не знаю. Попробуем в этот раз. Итак, я запускаю свою презентацию. Да, ну, ЕГЭ, ОЛГ, то же самое, грубо говоря, да? Просто специфика есть. Итак. Ну, вот эта картинка сгенерированная, да? Вот сейчас очень много разных сайтов появилось, появляется. Это буквально вот я ввел в Далле, по-моему, тему вебинара «Применение технологии естественного интеллекта при подготовке ЕГЭ по английскому языку». И подумал, что же мне выдаст нейросеть. И вот нейросеть такую странную картинку выдала, да? Дальше идем. Вот модель Кандинский. Вот примерно это один из ресурсов, который можно использовать и ру-далли для генерирования картинок. Это, если я не ошибаюсь, та же фирма OpenAI, которая занимается в чате GPT. Прежде чем продолжить, можете, пожалуйста, в чате написать, кто из вас пользуется чат GPT. В чате можете, пожалуйста, отправить плюсики, либо минусики. У меня вот возможности не было создать голосование. Чат GPT. У кого есть аккаунт? Я знаю, что все слушали про него, но вот реально, у кого есть аккаунт, кто пользовался, кто хотя бы несколько какие-то вещи попытался поделать в чат GPT. И поставьте, пожалуйста, плюсы и минусы, чтобы я вообще знал аудиторию. Вижу в основном минусы. Хорошо, спасибо, что реагируете. Про чат GPT я расскажу в пару словах. Я не буду рассказывать, как там регистрироваться. Это можно в интернете посмотреть. Если будет прям очень интересно, как регистрироваться в чат GPT и как там пользуется. У меня коллега делал вебинар небольшой, тоже минут 20-30, только касательно чат GPT для учителей английского языка. Если вы мне в личку напишите, я могу вам запись этого вебинара скинуть. По-моему, у нас в общем доступе нет. Это мой коллег, который тоже такой очень продвинутый в плане нейросетей. Там это, да, вебинар только касательно видео. И он вот сам учитель школы, очень так просто, очень легко объясняет. Наверняка в YouTube много тоже там всего, но я вот попросил его в свое время. Поэтому он очень четко объясняет, как создать и зарегистрироваться в чат GPT, потому что немножко свои тонкости есть. Хорошо, примерно аудиторию понял. А можете еще мне написать, пожалуйста, в чате, кто из вас какими ресурсами на основе искусственного интеллекта попробовал пользоваться? Да, вот Туи есть. Туи, кто пользовался, у кого есть аккаунт, можете, пожалуйста, тоже написать. Туи плюс или там Туи просто напишите. Кроме Туи, еще какие сайты на основе искусственного интеллекта вы пробовали? Ага. Вот я себе тоже запишу некоторые. Интересно. Очень много. И они многие повторяются друг друга. Расширение Мерлин. Он слышал про него. Это Google Chrome. А, да-да-да, слышал про него. Даже, по-моему, захотел. Any old text напишу себе. Надо будет изучать. AI Net Vibe. Ага, хорошо. Character AI. Еще кто-нибудь, коллеги, есть, кто пользовался какими? AI в мира. Ага. Да, сейчас многие платформы, они подключают AI. И поэтому тех, кто коллеги не пользовался, надо, грубо говоря, все бросаем, изучаем искусственный интеллект. Ну, хотя бы какие-то базу, хотя бы какие-то минимальные сайты, которые есть, хотя бы какие-нибудь сайты, которые я сегодня вам расскажу. У меня, кстати, есть такая методичка, но не я сам делал, я ей просто активно пользовался. Там очень подробно, очень классно, с кликабельными ссылками, несколько страниц, рассказанные, вот искусственный интеллект в образовании, какие группы. Я, к сожалению, его сейчас не открыл, сейчас в голову пришло. Также, если мне напишите, я, кстати, оставлю телеграм-канал в конце, я скажу, наш, в котором я вот постчу информацию, там контакты мои указаны, поэтому можете там тоже написать. Я там регулярно, ну, какие-то информацию постчу, вебинары проводим, я это в конце расскажу. То есть связь со мной у вас будет, если кому надо, все потом скину. Итак, продолжаем. Спасибо, что вы скинули свои идеи, я теперь немножко, чуть больше аудиторию узнал в плане вашей осведомленности с искусственным интеллектом. Да, я сам, честно говоря, изучаю, я не скажу, что я экспертист по искусственному интеллекту, но довольно много времени потратил на изучение разных сайтов, довольно многими ресурсами пользуюсь, изучаю активно. Вот, допустим, модель Кандинский нарисовала такую elderly people on a picnic outside, да, то есть нам же иногда какую-нибудь нужно картинку создать там, да, для урока. Иногда, допустим, может картинки, которые нету в Google Pictures или в Яндекс.Пикчерс, или, возможно, кто-то создает свои собственные учебные материалы там, да, курсы и так далее. Вам нужно создавать, генерировать свои собственные картинки. Но, видите, пока в основном искусственный интеллект очень такие, ну, не очень красивые картинки создает, но они продвигаются очень-очень быстро, да, поэтому я, когда изучаю статьи какие-то по искусственному интеллекту, я смотрю, во-первых, дату, когда эта статья, когда это видео было выпущено. Если там ему полгода, я вообще не смотрю. Если там 2-3 месяца, ну, наверное, свежачок еще там, да, соответственно, мой вебинар, там, грубо говоря, через 2 месяца, 3 месяца, он вообще неактуальный может быть, да, те вещи, про которые я буду рассказывать, они вообще уже будут несовременные. Поэтому с искусственным интеллектом, с сайтами, с нейросетями мир меняется и так быстро, что нужно буквально каждый день чего-то нового изучать, где-то новое лазить, смотреть, где-то быть зарегистрированным какими-то ведущим, на ведущих каких-то сайтах. Вот Туи, допустим, да, прекрасный сайт, который стал платный, но в своем бесплатной версии очень-очень даже многофункциональный и абсолютно подходит учителям. Итак, дальше идем. Вообще, опираясь от указа президента нашего любимого 2019 года о развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации, предполагает, что использование технологий ИИ в социальной сфере способствует созданию условий для улучшения уровней жизни населения, в том числе за счет повышения качества услуг в сфере образования, включая адаптацию образовательного процесса к потребностям обучающихся и потребностям рынка труда, системный анализ, показатели эффективности обучения для оптимизации профессиональной ориентации и раннего выявления детей с выдающимися способностями, а я работаю в школе для одаренных детей на цель на олимпиадной подготовке, автоматизацию оценки качества знаний и анализы информации о результатах обучения. То есть, грубо говоря, на государственном уровне уже признано, что искусственный интеллект – это то, что уже в 2019 году, а бум искусственного интеллекта был с введением чат GPT в 2022 году, ровно год назад бум был, то есть революция там произошла своего рода искусственного интеллекта. Как искусственный интеллект используется в образовании? Технологии языкового распознавания. Сейчас очень много веб-сайтов. Допустим, вот у меня есть ElzaSpeak, там, приложение, да, или, допустим, если я не забуду, я вам покажу English Central, English Central сайт, вообще шикарный ресурс, который вы обязательно зарегистрируетесь, можете сами как учителя практиковать свой английский, либо как ученики, где идет распознавание речи, искусственным интеллектом, бесплатные ресурсы, да, и идет, грубо говоря, оценка вашей речи, дает вам обратную связь и так далее. Технологии персонализации обучения, виртуальные помощники, пропторинг, технологии интервального обучения, автоматическая оценка, смарт-кампус и так далее, геймификация, чат-баты. Вот про некоторые я сегодня скажу. Касательно чат-гпт, вот у многих чат-гпт нет, у некоторых он есть, заходим, мы это знаем в России через VPN, какие примеры можем, какие можно вещи делать в чат-гпт? Вообще, ну, возможности практически неограниченные, самое главное в пользовании чат-гпт, это уметь задать правильное задание, промп называется, да, чем более четкий вы промпт зададите, тем более качественный ответ от него получите. Причем, когда вы даете какой-нибудь промпт, чат-гпт, я сейчас покажу примеры, вы можете свои промпты корректировать, чат-гпт, он же работает как диалог, как будто бы в диалоге общаетесь с искусственным интеллектом, с роботом. Вы говорите, сделай, напиши мне вот это такое-то сочинение по такой-то теме с такими-то заданными критериями, с такими-то словами, с такими-то там грамматикой, с такой-то, то есть как хотите, он вам пишет шикарное сочинение, потом говорит, а включи-ка туда несколько идиом по теме travel, он переписывает, включает, а напиши-ка мне вопросы, связанные с этим эссе, а сделай-ка мне упражнение, связанное на основе эссе, то есть он тут же вам все делает из одного и того же текста, то есть вам не надо каждый раз одно и разные задания встречать, чат, то есть он на основе такой thread идет, у него thread задание идет, он все помнит, то, что он вам говорил, поэтому очень удобно. Допустим, а что такое вообще чат GPT? Это Generative Pre-Train Transformer. Это я у чат GPT сам спросил, что такое чат GPT вкратце, расскажи мне сам про себя. Это большая языковая модель, обученная на основе архитектуры, разработанной компанией OpenAI, она способна генерировать тексты. Что такое генерировать? То есть она создает новые тексты на основе имеющихся у нее базы данных, то есть на основе Big Data. То есть это своего рода а-ля такая корпусная лингвистика. То есть там много-много-много текста, много-много информации, он все перерабатывает очень быстро и выдает оригинальный текст. Но этот текст, по сути, это не ваш текст. Это текст, сгенерированный на основе всех тех текстов, всех информаций, которые было раньше. Поэтому, чтобы сделать его своим, вам нужно либо переделывать, либо как-то дополнять. То есть есть свои плюсы и минусы, но по крайней мере он выдает вам правильные тексты в плане лексики, грамматики, структуры. В плане содержания он может подкачать, потому что чат GPT – это все-таки машинное мышление, это не человек. И некоторые вещи он содержательно не понимает. То, что может понять только человек пока. Но он близится к этому в плане контента. Соответственно, информативно он может что-то понять, но там, где есть эмоции, там, где есть скрыто какие-то идеи, inference там какие-то, between the lines, вот эти вещи он может пока не понимать. То есть какие-то прямые структуры. Он также может решать разные задачи, проверять тексты и так далее. Вот, допустим, посмотрим пример, который я задал в чат GPT. Вот, допустим, скриншот задания, скриншот ответа ученика, это реальный ответ ученика, который я просто вам скриншотил, это я реально задал в чат GPT. Вот, про space travel там было, да? Да. Вот, why teenagers would like to go on a space trip? Вот такое вот сложное задание, все всегда связано, когда с космосом, детям сложно. А что написать, а как написать, а лексика какая, идеи какие. Да, поэтому вот часто это задание мусолят и ругают, это задание с космосом связано. Но, тем не менее, оно есть у нас, да, в тематическом, ну, в кватификаторе. Я написал find grammar, lexical punctuation and spelling mistakes in the essay. Такое простое задание задал, да? А чат GPT и как все искусственный интеллект ресурсы, они очень хорошо работают со всеми заданиями, со всеми текстами на английском языке. Поэтому нам, учителям английского языка, это вообще кладезь. Когда мы просим что-то написать на русском языке, он тоже выдает хорошо, выдает нормально, но в основном это переводный. С английского языка он быстро переводит и на русском вам выдает. То есть вы на русском можете запросить какой-то, напиши мне текст поздравления, напиши мне там вот это, напиши мне план урока, напиши мне сценарий чего-то, чего-то. Он напишет вам все, но это может быть такой не очень правильный, но в основном хорошо написанный текст. А поэтому на английском языке он работает на пятерку, на пятерку с минусом, на русском языке он работает на четверочку, наверное, четверку плюсом, иногда чуть меньше, иногда больше. И посмотрим, как... Вот это у меня получается первые три пункта, три параграфа ученика. Space trips are important for all our life. I'm currently working on a project. As can be seen from the table, the majority of the respondents... The majority of the respondents и так далее. И cited и так далее. Ну, в общем, ЕГЭ заданием... Это, да? Эссе. Он говорит, Sure, here are the mistakes in the original essay. Our lives, говорит, должно быть. Our life. The correct phrase should be our lives. The phrase should be data presented or presented data. Но иногда у него тоже есть ошибки. Я когда проверяю его, он как бы не всегда со всем согласен. Я потом еще в других примерах покажу. Поэтому дети... То есть, чтобы, грубо говоря, уметь пользоваться чат GPT и другим искусственным интеллектом, нужно обладать знанием, чтобы понимать, где правда, где кривда. Просто, говорится, не имея знаний, говорят же, чтобы задать вопрос, нужно иметь знание. А, грубо говоря, искусственным интеллектом, когда ты пользуешься, у тебя какие-то знания есть. Соответственно, для людей со знаниями, для учителей, для олимпиадников, это вообще кладезь. Они могут понимать, сортировать, фильтровать, модели какие-то хорошие видеть. А для учеников, для учителей, которых мало что понимают, для них, может быть, они смотрят и думают, что это все правда. Поэтому аккуратно. Вот он говорит. То есть, даже вот такие вот детали выдают. Как видите, круто. То есть, соответственно, когда вы работаете с учениками, вы можете, грубо говоря, попросить их, чтобы они свои имейлы написали. И вместо того, чтобы писать им обратную связь, либо просто отмечать у них ошибки, где-то в Google Classroom, или где-то сложно, много нужно писать всего, вы можете просто залить вот этот текст в чат GPT и написать «Найди мне ошибки, объясни мне ошибки». Примерно таким родом. Можете еще проще. «Объясни ошибки ученику, какие там есть у него». И, соответственно, вы это копируете ему, ученику, и отправляете ему его ответ. То есть, ученик получает полную обратную связь, особенно, наверное, удобно для тех, кто дети мотивированные, для частных учеников, где индивидуально нужно качественную обратную связь дать. Даже в школе ученикам обратную связь скидываем мы, в основном, наверное, сейчас через мессенджеры, через Google Classroom, ну, какая-то электронная переписка. Детям важно знать свои ошибки. Они видят, они учатся, ну, в идеале видят и учатся. У них подробная обратная связь. Соответственно, это облегчает работу учителя, и мы, как профессионалы, становимся более профессиональными. Мы видим, а, тут, оказывается, такая, а вот это я бы сам даже не догадался, не понял, да, как вот мы сейчас вот смотрели, видели. То есть и учителю повышения квалификации, ученику, то есть, грубо говоря, мы практически спрашиваем у native speaker, а провери его эссе и напиши, какие здесь обратные связи. И это делаем бесплатно. Как бы круто. Вот, допустим, задание, да, у нас мы знаем, что всегда нужно outline какая-то проблема. Outline – проблема, outline – проблема, outline – проблема. Детям иногда тяжело сформулировать проблемы там, да, и мы начинаем в классе там брейнстормить там, да, а что еще, а что еще. Много времени уходит там, да. А иногда мы сами не знаем, а какие же могут быть проблемы. Детям, что надо какое-то, вот, фид-ин какой-то, да, дать им. Сами когда не знаем, что делать. Соответственно, можем также спрашивать учат GPT для того, чтобы структурировать работу детей, им какую-то подсказку, помощь им оказать там, да. Вот, допустим, why would modern teenagers in that land dream about? Тема. Outline a problem that can arise with realizing one's dreams and suggest a way of solving it. А какие же проблемы могут быть with realizing one's dreams? Тяжело. А тинейджеру, который может, кругозор не очень такой широкий, да, тут же ЕГЭ не только проверяет знание языка, он проверяет еще кругозор, начитанность детей, как бы сформированность их, как личностей, и так далее, и так далее. Навыки критического мышления. И мы можем задать, а какие же, говорит, есть проблемы? Я написал, И он написал там, да, ну, понятно, больше было. Realizing one's dreams can be a complex and challenging process. Here are some common reasons. Lack of resources, fear of failure, external pressure. Я ему говорю, rewrite the reasons at B1 level. Я такой думаю, сейчас я вот это своим ученикам покажу, но сильные поймут, но слабые же не поймут, и какой-то external pressure, еще какие-то там тексты-тексты, там, да, fear of failure. Я им пришел, ну, напиши на B1 level. Он говорит, sure, limited resources, кратенькое объяснение, pressure from others, doubting yourself, fear of failure. Видите, прекрасно. То есть, промпты, самое главное, главное задавать промпты. А у нас же учителей английского языка, в принципе, промпты все простые. Дай мне список таких-то слов, нам дается кодификатор, там, да, такие-то правила, мы говорим, дай мне список таких-то слов, допустим, по словообразованию, там, да, есть вот эти приставки, суффиксы, так далее, можно написать, дай мне список всех там прилагательных уровней B1, B2, которые имеют префикс там an, ну, или там самых популярных, или префикс il. И, соответственно, по кодификатору мы можем темы закрывать, используя вот чат GPT, давать детям вот эти готовые списки, чтобы они видели вместе, чтобы они разбирали эти и так далее. Ага, спасибо, Анна. Да, спасибо за комментарий. Вот. Что у меня здесь было там? Ага. Написал я, да? Rewrite them in simple English. Мне же всегда нужно, ЕГЭ нужно облегчить, потому что все-таки, ну, не все дети олимпиадики, да? Sure, here are some suggestions for solving the problem they can arise when they're realizing one's dreams. Как можно решить эти проблемы, да? Не чтобы сложно это было написано. Limited resources. You can look for ways to get money or education that are spending too much. Talk to people who know about these things and can help you find solutions. То есть, чат GPT, в принципе, понимает запрошь, что такое simple English, что такое B1 level там, да? Ну, и так далее. То есть, очень удобно. Я его попросил. Write a list of most common 80 irregular verbs and their Russian translations. Понятно, эти списки у нас есть, просто я вам показываю его возможности, да? И вот он, пожалуйста, вам написал. Потом я говорю, а сделай мне, пожалуйста, три столбца. Тоже, пожалуйста, он сделал вот эти три столбца там, да? There are three forms. Чат GPT можно пользоваться, этот Google Chrome, как называется, расширение есть, extension, да? Для тех из вас, которые чат GPT, вот я сейчас говорил чат GPT, чат GPT, вы много слышите чат GPT, о, нет у меня возможности чат GPT сейчас изучать, создавать аккаунт, да-да-да-да-да-да. Но первое предложение, конечно, ну, в идеале создайте. В идеале попросите, вот есть даже ученики, у всех есть ученики, вы скажете, слушай, помоги мне создать аккаунт чат GPT, да, ученик вам за 5-10 минут поможет вам аккаунт сделать чат GPT, у них у многих есть, да, соответственно, нам вот эти вещи нужно знать не только для того, чтобы самим что-то делать, а чтобы понимать, а что же делают ученики, а может они это сгенерировали эти тексты, то есть уметь анализировать, о, не так он классный сочинение написал, а может он просто в чат GPT забил в задании, ему сгенерировали, он вам показывает, то есть чтобы вот такими дураками тоже не быть перед учениками, мы должны с ними в ногу со временем идти, да, я помню, раньше у меня, когда я начинающий учитель был, у меня был такой, как бы, девиз по жизни, да, bad is the student who hasn't surpassed the teacher, плохо тот ученик, который не превзошел ученика, я всегда детям говорил, давайте, превзойдите меня, превзойдите там, вы должны лучше знать английский, и так далее, и так далее, там хвалил учеников, которые там на олимпиадах выигрывали, well done, you have surpassed me, но на одном из семинаров, конференции, где-то, по-моему, федеральных, такую мысль услышал, она мне тоже глубоко запала, и я немножко изменил свое вот это мышление, bad is the teacher who has let their students surpass them, плохо тот учитель, который позволяет ученикам превзойти их, то есть сказать, что ученик меня должен превзойти, давайте там лучше меня, это же отмазка, это отмазка самому не развиваться, самому не учить там английский и так далее, а мы же должны стараться всегда быть примером, всегда быть впереди, всегда ведущим быть, соответственно, мы не должны позволять детям превзойти нас, вот, поэтому у меня предложение, то, что bad is the student bad is the teacher who has let their students surpass them, ну так, как мое личное мнение, можете согласиться, можете не согласиться, так, ага, я сейчас говорил про чат GPT, но я хочу сейчас сделать небольшое, как сказать, у чат GPT есть аналог, очень классный аналог, который Светлана Владимировна Титова порекомендовала, как-то несколько недель назад смотрел ее вебинар, изучил, попользовался регулярно, пользуюсь, классный ресурс, называется WritingMate, вот, я его сейчас вам показываю, WritingMate, прям себе запишите куда-нибудь, не знаю, введите, я вам, конечно, презентацию скину, но, может, не все, что я на презентации говорю, есть в этом, есть презентации, WritingMate, это круче, чем чат GPT, почему, ну, как круче, не совсем круче, у него есть плюсы-минусы, он работает, как чат GPT, у него тоже самое функционал, но, иногда он работает лучше, почему, потому что он дает ссылки актуальные, как правило, чат GPT, если вы просите, дай мне ссылки на ресурсы, вот поэтому, поэтому, он может часто очень вам дать неактуальные ссылки, самосгенерированные ссылки, говорит, сами туда поставьте ссылку, или какая-то ссылка, которая уже не функционирует, WritingMate, он дает хорошие ссылки, он дает обычно правильные ссылки, он дает более качественный анализ, он бесплатный, его не надо покупать, не надо покупать аккаунт, он устанавливается просто у вас, как приложение, не приложением, расширением в хроме, то есть видите, вот я сейчас нахожусь в своем браузере, и у меня вот здесь вот расширение, и вот одним из расширений у меня является WritingMate, вот, соответственно, когда вы в WritingMate зашли, вот в расширение можно зайти вот так, вот вы зашли, его на него кликнули, либо у него есть хот, short cut, хот кейс, это control M, вот control M я ввел, и вот здесь, вот в правой стороне, вот такое получается окошко, вы можете вставлять любой запрос, ну как будто вы переписываетесь, да, такого своего рода, а-ля Telegram, а-ля WhatsApp, у вас дополнительно, но переписка с AI, вот допустим, вы запросы даете, какой минус? В чат GPT вы, ну неограниченное количество практически запросов можете делать, и там threads сохраняются, все-таки чат GPT в этом плане лучше, я его рекомендую, но это тоже очень классный, да, свои есть плюсы и минусы, вот допустим, я сегодня вот буквально до нашей встречи ученики писали имейл, и я вот ввел имейл ученика по теме там, да, и написал ему, check the following email for mistakes, grammar, let's do the punctuation, and explain them, вот им, и вставил текст имейла, который ученик мне скинул, в, в этом, в подлете, да, в подлете, кто-то там фотографии делает, кто-то текст вбивает, так удобно, я уж там, как говорится, как проверяю, так проверяю, и вот, и он пишет, да, sure, вот explanations, вот такие-то ошибки учеников, вот надо было так написать, тут надо было так написать, тут такой consistency, тут такой-то формул, it's recommended to add, там, допустим, exclamation mark, или, или a period, a period, видите, он использует American English, вообще artificial intelligence у нас идет на основе, в основном, American English, chat GPT в том числе, да, поэтому period, это точка у них, не full stop, как мы привыкли в основном в России, она же British English в основном в России, поэтому, вот здесь какие-то такие вещи учитываем, вот, он дает обратную связь, если вот эту обратную связь, я почитал ее, там много неточностей, поэтому некоторые вещи надо исправлять, но некоторые вещи очень классные, на которые мы не обращаем внимания, или которые мы не знаем, там, а, вот это уж надо было еще, а, то есть, соответственно, вы сюда можете любой запрос делать, да, вот, допустим, я сегодня написал просто состав список ресурсов для сообразования на уровне А2, В2, ну, это очень такой общий запрос, он мне там, состав можно было еще написать, и приложить к ним там активные ссылки, напиши текст для подъявления классного руководителя последний звонок, вот, там, допустим, написал текст на русском языке, очень хороший, напиши мне там сценарий классного часа по теме цветы России 5 класс, включи ссылки и раздаточный материал, могу еще написать, включи ссылки там на YouTube видео, вот вам, пожалуйста, это актуальные ссылки работы, и потом, вы видите, вы сгенерировали какой-то текст, и вот с правой стороны, вы видите, либо можете его копить to clipboard, скопировать весь текст, либо отправить себе на e-mail, либо сразу сохранить на Google Docs, либо на Google Slides, то есть автоматически сохраняется, либо туда, либо туда, очень удобно. Какой минус у этого WritingMate, то, что у него 10 запросов в день. Ну, для стандартного учителя, для изучения пользования, это более-менее, чем прилично, но когда вы начинаете, ну, там много, там надо какой-то готовиться к семинару, и так далее, тогда, может быть, не хватит. Да, я говорил, что я закончил, я думал, быстрее будет, но, прошу прощения, семинары, вебинары у титула, в основном, я так понимаю, рассчитаны на час, поэтому, я просто думал, что быстрее будет, поэтому, прошу прощения, то, что соврал кому-то. Идем дальше, вот, допустим, у нас на ЕГЭ есть вот это, да, задайте вопросы, там, да, и вот четыре пункта, вы хотите почитать кинотеатр, пожалуйста, я им напишу, напиши, какие вопросы можно задать там, да, it's important to ask, here are some questions you can consider, what movies are currently showing, то есть, он задает вопрос, мы, да, привыкли, то, что в всяких ЕГЭ пособиях, там, вебинарах, там, так далее, там, да, нам говорят какие-то такие стандартные, клишеобразные вопросы, которые такие русифицированные, не совсем такие похожие на уровень носителей языка, а чат GPT же вам выдаст естественный вопрос, какие носители языка задают, вот в чем их прелесть, там, да, и вы можете там детям давать, а вот носители языка задают, what movies are currently showing, там, what are the show times for the movies, do you have reserved seating, or is it first come, first serve, is there parking available, и так далее, и так далее, там, да, то есть, классные вопросы он задает, ага, на канале YouTube, да, разместят, так кажется, видео, я думал, что видео вебинаров потом платные, в записи только остаются, классно, я не знал, что на это разместят этот вебинар, ну, про твы, здесь, как говорится, это просто, то, кого еще нету в твы, это, как говорится, бросаем все, идем в твы, это незаменимый ресурс учителя, палочка-выручалочка, для любых форм работы, когда они подготовились к уроку, когда не хватает чего-то креатива, когда не хватает чего-то интересного там, да, твы, это просто, это отдельный вебинар, да, я про него даже не буду говорить, потому что он настолько шикарный, и даже в бесплатной версии он настолько шикарный, вот коллеги кто-то писали, что в твы, напишите, пожалуйста, кто в твы, ваше впечатление от твы, три плюсика, если вам очень нравится, плюсик, если нравится, нормально, и два плюсика, ну, нравится, ну, прям не совсем фонтан, я просто ваше хотел ощущение, мое, мое это три плюсика, мое это три плюсика, вот я смотрю, коллеги, кто пользуется твы, три плюсика, видите, они со мной одного мнения, поэтому регистрируйтесь, коллеги, там платная сейчас версия, там, конечно, очень дорого платная, не знаю, почему они так дорого сделали, но бесплатная версия вполне хватает, вот мы думаем с коллегами, если подобный ресурс как бы будет платный, мы вот вместе обычно какой-нибудь на классный аккаунт, чего-нибудь вместе с учреждениями в школу там, да, или несколько школ, там покупаем один аккаунт, и пользуемся очень удобно, ну, международный там, вот у меня международная карта есть, я там иногда оплачу какие-то такие вещи, то есть, ну, можно при желании, диктейшн спич, ну, такой вот есть ресурс, просто вам, для общего сведения, я детям говорю, вместо того, чтобы, допустим, писать ваш текст, email, там, ты можешь его просто наговорить, и он у тебя сразу в текст воспроизведется, там, да, вот, допустим, диктейшн, просто он может, hello, Jane, thanks for your email, I haven't been writing for a long time, because I was busy in your email, you asked me some questions, то есть, он просто говорит, он экономит свое время, ученик там, да, и он вот этот email, который ему нужно произвести, там, да, написал за, ну, две минуты, там, эссе, но если он знает шаблон, да, за 5-10 минут, вместо вот этих полчаса, там, час сидит, пишет, вот это, но время на это тратится, да, у нас мир же такой, да, есть и плюсы, и минусы, там, хендрайтинг, у нас, но в мире они же не будут, в основном, от руки писать, ЕГЭ, в конце концов, через несколько лет, оно будет за компьютером, полностью дети будут сидеть, вот эти email писать, там, эссе писать за компьютером, потому что никто сейчас от руки email им не пишет, да, это на это email, но по техническим причинам мы детей там, да, просим, чтобы они от руки писали, и сейчас и спейлинг особо знать не надо, там, все, Google вам все проверяет, исправляет слова, ну, какие-то, может, не все вещи в реальной жизни, но в идеале нужно, знать, ну, подлите, вот, допустим, подлите я показывал, дети скидывают свои email, и там можно написать им, вот, ответы на устную часть, там, да, это касательно, получается, чего, так, про чат-баты я тогда не буду говорить, честно говоря, сам не особо пользуюсь, поэтому не буду говорить, вот, моя презентация будет, вы можете изучить, какие есть чат-баты для чего, может, детям, кому-то интересно будет, про чат-жи-пяти, вообще, где можно узнать, вот, я лично очень люблю слушать подкасты на английском языке, не знаю, как вы, я недавно, ну, не так давно, да, подсел на подкасты, раньше не слушал, считаю, что это крутой способ повышения своего уровня английского языка, вместо того, чтобы сидеть вот эти книжки, грамматику, vocabulary делать, тогда у нас же нет времени, у нас же семья работает, там, семинары и так далее, просто слушаешь, там, какие-то классные тексты на английском языке, вот, мне очень лично, очень самому понравится, Luke's English Podcast, тоже это рекомендовали на Learn Teach Web, вот, это Светлана Владимировна Титова с МГУ, многие знают ее там, да, я вот по ее рекомендации загрузил несколько лет назад, и до сих пор вот слушаю, там, учитель он сам, его зовут Лук Томпсон, он подкасты делает, вот, час, полтора, там, да, минимум один подкаст, для, адвансовский такой, да, для учителя это идеальный, для адвансовских, для intermediate students идеальный, для intermediate так себе, может быть много не понимать, вот, соответственно, здесь что, это учитель он сам, учитель английского языка, носитель языка британец, и stand-up comedian, то есть у него подкасты такие очень интересные, смешные, классные, он там объясняет язык, рассказывает истории, зовет гостей, и здесь у него есть три выпуска про chat GPT and learning English, я вот все их прослушал, он там много говорит про как он использует, он тут же, промпты рассказывает, лайнфаки, как он говорит, как я промпты вожу, пользуется chat GPT, комментирует, для каких там, для каких аспектов грамматики, произношений, ну, произношений, да, если только запрос чего-то, лексики, как используется chat GPT, очень таким естественным языком, говорю, вот такие подкасты, по часу с лишним, просто послушать, когда у вас есть свободное время, когда там едете, в дороге и так далее, Lux English Podcast очень не рекомендую, прям, лично мне очень нравится, я понимаю, здесь дело вкуса, странные языки в школе, журнал, они вот выпустили номер искусственный интеллект, там очень много всего, я в свое время приобрел, там много всего почитал, интересного рекомендую тоже посмотреть, почитать, и вот я подписан лично на вот этого человека, Russell Stenner, он много классных видео публикует, про вообще технологии в образовании, и с фокусом на учителей английского языка, он там всегда в ногу со временем, все самые классные ресурсы, объясняет, рассказывает, какие-то tutorials, у него все каналы, это tutorials, как пользоваться различными сайтами, техническими средствами, записью экрана, то есть, вообще классный ресурс, и вот рекомендую подписаться в мой канал, Казан Ригел, ну как мой, у нас есть канал учителей английского языка, в Татарстане, в Татарстане, я сейчас вам скину ссылочку, там просто я постчу регулярно, вот ссылку скинул, можете подписаться, там постчу какую-то информацию, вебинары провожу тоже, по ЕГЭ регулярно провожу, там какие-то рассылочки делаю, полезные вещи, какие-то мероприятия бесплатные, онлайн, какие-то платные, там очень маленькие, ну такие символичные суммы оплаты, потому что я понимаю, что мы сами учителя, вот, и поэтому делюсь, как говорится, тем, что знаю, тем, что сам нарабатываю, опытом каким-то, просто вот такая идея была, вот, также руковожу ресурсным центром, по ЕГЭ, поэтому вот ЕГЭ, это мне очень такая любимая тема, хочу пособие тоже перевыпустить через титул, и что я бы еще хотел показать, вот напоследок, 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 вот хотел показать, ага, вот writing mate я показал, чат GPT, чат GPT я показал, вот Tui, вот допустим, Tui я сегодня забил там, да, electric scooter, вот мы пишем с детьми, сочинение в этом, в этот раз там, да, на этой неделе, по electric scooters, как бы, да, тема такая очень актуальная, классная, я в чат GPT, ой, в Tui, да, essential vocabulary on topic electric scooters, я не могу, либо any parts of speech, он тут и глаголы, и прилагательные, и существительные оставляет, либо могу выбрать только какие-то там, да, определенные, чтобы вообще было, и потом с ними можно другие упражнения сделать, и так далее, то есть тут вообще не ограничено, да, у нас тут есть вот эти языковые секции, и по каждой языковой секции он выдает вам различные виды заданий, на основе видео, очень шикарные задания, там, да, и все можно конвертировать в PDF бесплатно, и еще один последний ресурс, который я бы вам хотел просто показать для вашего изучения, Almanac AI, сейчас я вам его покажу, я знаю, здесь есть, Almanac AI, Almanac AI, вот я вам еще его скину, потому что у меня его презентации нет, прошу прощения, телеграмм тоже скину, получается, что здесь такое, это такой вот классный ресурс, он, так, если я не ошибаюсь, он администрируется британскими создателями, соответственно, оно укусит здесь под британских создателей, здесь я не буду объяснять его функции, нужно посмотреть, попользоваться, покликать, прям шикарно, да, то есть тут может вам, вот я буквально за, как сказать, вот планирую сделать курс для учтения английского языка, по how to teach English as a foreign language, и просто в него попросил сделать мне как бы курс его, syllabus, да, он вам и syllabus здесь делает, и тексты посоставит, и видео к нему составит, и если надо, тесты составит, буквально за считанные секунды, ну, естественно, как, ну, не может человек преподавать курс, просто, как говорится, не понимая его, но вам, как учителю, учителю, там, специалисту, там, да, вы можете уже что-то убирать, что-то добавлять, что-то компоновать, и самим изучить, то есть, такой курс, как бы составленный вами, с помощью искусственного интеллекта, никто же не запрещает, почему бы нет, альманах, да, на него можно зарегистрироваться, да, тут я вот аккаунт создал, у меня бесплатный аккаунт, я пока не понял, как бы, то ли он пока бесплатный идет, то ли где там ограничения в платной версии, в бесплатной версии там прям шикарные все функции, то есть, нет такого, что в бесплатной версии можно чуть-чуть попробовать, а в платной уже все, здесь как бы, ну, практически все, что вам нужно, все бесплатное, вот tools, видите, у него разные tools, даже не буду показывать, какие только можно планы уроков, планы курсов делать, игры создавать, там, да, видео, он, видите, сразу с YouTube видео какие-то генерирует, квизы сгенерирует, то есть, вот такой вот своего рода такой платформа, AI, их сейчас много будет появляться, просто я вам говорю про те, которые я вот лично узнал, попробовал, и, как говорится, лучше пусть будет мало, но свое, чем много и где-то там в интернете, там, да, я вот изучу, я вот для себя сказал, вот writing mate, мне его посоветовала Татьяна, Светлана Димна, все, мне понравилось, я буду изучать, пользоваться, изучаю, вот альманах мне порекомендовали, я буду изучать, пользоваться, да, остальные так посмотрел, да, 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 нет, вот это не буду, пока вот этих миф трех хватает, они же все равно, как вот, ну, модели машин, чем-то отличаются, но, как говорится, вы там ездите на этой модели машине, вот и ездите на этой модели машине, потихоньку там надо будет, потом перейдете со временем, вот, касательно моего выступления все, вот сейчас готов ответить на вопросы, если есть, да, пока вы вопросы, если думаете, печатайте, я пока сохраняю свою презентацию, вы пока можете напечатать свои вопросы, вопросы в чате, я пока сохраняю в PDF, и попытаюсь скинуть ее нам в чат, хорошо? Вы меня слышите? Можно повторить ваше изречение про хорошего учителя, про хорошего ученика? Вы просто очень быстро сказали, я не успела. Ага, ну, это я, когда немножко сам придумал. Я понимаю, что это ваши слова, да, я понимаю. да, 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 это вот я раньше так ученикам говорил, а сейчас я говорю для себя как бы, да, спасибо большое. Ага, вам спасибо за вопрос. Так, ага, вот я сейчас нашел его. Я закинул коллеги, не знаю, дошло вам, не дошло. У меня в прошлый раз не загрузилась презентация в прошлой неделе, кто вот у меня был на прошлой неделе на вебинаре. Пришла вам, не пришла презентация, коллеги? Денис Петрович, пока не видим ничего, но я вам включила функцию, сделала вас с организатором, может быть, давайте попробуем так еще раз. Давайте еще раз попробуем так, потому что я боюсь, что я как участник, может, я не могу делиться материалом. Нет, вообще-то по лойке можете, то есть технически. Да, я вот тогда свои вебинары провожу на Zoom, я все скидываю, все приходит людям, а вот через вас почему-то нету, да, коллеги? Я вот загрузил, честное слово, я вот не вру, вот как все должно быть технически, но почему не проходит, я не понимаю. Так что... Пока нет. Денис Петрович, давайте так же, вы вышлите на... Я сейчас напишу тогда свою рабочую почту, и коллеги, в прошлый раз всем я выслала, кто мне заявки присыл. И также я скинул свой канал, канал Казан Ригелта, Казан Ригелта, можете подписаться там, я постараюсь туда, там еще скину, туда скину, и в течение дня там будет, потом удалю, чтобы не захламлять файловое пространство. Вот я сейчас смотрю, грузится эта презентация, 2 мегабайта, ну почти 3 мегабайта она, в PDF-е. Ну ладно, в общем, возможность получить презентацию есть, а какие-то вопросы есть, коллеги? Я немножко не поняла, это на почту нам придет, ваша презентация, или как? Вот, коллеги, презентация появилась в чате. Да, появилась. Да, единственное, кто смотрит вебинар с телефона, возможность скачать презентацию нет технической, поэтому, если кто-то с компьютера, то все должно скачиваться. Вот, если с телефонов, тогда пишите на электронную почту, я сейчас еще раз скину электронную почту, на которую вы можете написать, мы отправим вам ответным письмом презентации. В канале своем еще вышли, как говорится, в Телеграме проще, там файл обменник простой. Все, коллеги, большое спасибо за внимание. Вам спасибо большое. Не люблю длинные вебинары, поэтому, думаю, самое то. Дальше уже самим нужно изучать, правильно? Вебинар все-таки это изучить, и уже дальше пробовать. Уже не практическое занятие, полтора часа там, да? Breakout rooms там и так далее. Все, большое спасибо. До свидания. Остаюсь на связи. Пишите. Мои контакты есть в Телеграм-канале, вот в этом, да, в котором можете в личку писать, если вопросы есть, что-то скинуть. Да, я обещал с этого видео по чат GPT. Напишите, если напомните. Это видео тоже подгружу. Не воспомнил вот до, во время вебинара только. Спасибо, тоже написал. English Central, я вам не рассказал, коллеги. Шикарный сайт. Я вот его сейчас не буду вам показывать, скину только в этом, в Телеграме себе его, в этом, в English Central. Так и вводите English Central. Что там? Там видео курсами, вы там очень большого количества видео курсами, 2-3 минуты, 1-2-3 минуты видео, там, да, коротенькое. Видео это смотрите, все бесплатно. Смотрите это видео, отрабатывается вокабуляр, и потом вам задают вопросы по этому видео, вы их наговариваете, ну, или ученик там, да, я ученикам своим рекомендую, наговариваете это видео, идет такой speech recognition, и AI проверяет ваш, ну, ученика текст, который это наговорил, и говорит, да, вот это вот правильно сказали, вот это вот так сказали, то есть, такой фидбэк дается. Шикарные вопросы там классные, и видео классные, и там можно выбрать тот курс, который вам интересно, тот уровень, который вам интересно. Ну, прошу прощения, уж не буду сейчас заходить туда. English Central, сами поизучайте, довольно простой ресурс, и там все бесплатно, да. Практическое занятие по чат GPT, нет, я не планирую, честно говоря, я не люблю практические занятия онлайн, с большой аудиторией. Ну, почему? Потому что кто-то делает, кто-то не делает, а вот напрягать тех, которые не делают, ну, у них физической возможности нет, они слушают только там, они едут куда-то или где-то там, что-то делают там, да, вебинары, так люди. Я люблю это делать, либо, ну, с точечной аудиторией, да, те, которые вот, какую-нибудь платную вещь там делаем, там люди, вот, я заплатил свою копеечку, я там все буду ее отрабатывать, там, да, свои там 200-300 рублей буду отрабатывать, вот, с ними мы можем что-то сделать, потому что и аудитория более камерная бывает, и люди там, как говорится, заинтересованы делать, ну, либо очно я люблю так делать, да, а вот такие вот вебинары, бесплатные, такие массовые вебинары, да, где хочется просто поделиться опытом, практически вас не просить что-то делать, не напрягать, потому что практически это надо 15 минут там дать, выделить, чтобы вместе вы там поделали, но люди не могут, те, кто не имеет возможности делать там, да, сидеть, ждать просто вебинарной комнате, поэтому вот так вот. Большое спасибо, остаюсь на связи, до свидания. Администратор титул, я сейчас вам скину свою презентацию, да, еще раз, на тупочку, чтобы у вас было в базе, на всякий случай. Хорошо, спасибо большое. Вам спасибо. Скидываю пока. Коллеги, до свидания, можем выходить. Все, никто не хочет выходить. никто не хочет выходить. Продолжение следует. Продолжение следует...